Всем привет дорогие друзья, пока хомяки ждут 10 тысяч по биткоину, чтобы закупиться, мы с вами уже снимаем сливки. Сегодня мы с вами обсудим луну классики, текущую ситуацию касаемо данной криптовалюты, поговорим про то, почему она будет расти в любом случае и дальше, и посмотрим на целую рыночную ситуацию, потому что происходит очень много чего интересного. И как ни крути, рост скорее всего будет продолжен в любом случае, когда и что будет происходить сегодня я вам расскажу, поэтому поддерживайте данный видеоролик лайком и подписывайся на канал, если вы еще этого не сделали, и мы будем сразу переходить к делу. Начнем мы с луны классика, бинанс полностью поддерживает перу классик, это в любом случае отразится со стороны роста на данной криптовалюте, просто это вопрос времени. К чему же выходят данные новости прямо сейчас я думаю всем понятно, просто хомяков пытаются загнать на хаях и соответственно забрать монеты, вот и все, потому что хомяки будут пугаться маленьких просадок, и на любой просадке хомяки сливают свои монеты, которые набирают на хаях. Так работала психология рынка всегда, и прямо сейчас будет аналогичная ситуация, по ходу роста хомяки будут скидывать свои монеты, и дождутся внушительных отметок только меньшинство, и меньшинство только и заработает. Сегодня объясню как не быть хомяком, и почему нужно покупать всегда постепенно, и что делал я, чтобы заработать на этом рынке, и почему я сейчас пожинаю плоды в отличии от некоторых, я тоже вам сегодня расскажу. Соответственно касаемо биткоина все понятно, мы формировали дно, и неоднократно я говорил это на своем канале, куча видеороликов есть по поводу этого. Я говорил почти каждый день, что сейчас дно, и нужно набирать прямо сейчас, потому что как минимум на отскоки мы с вами заработаем, и никто никогда не узнает, когда начнется разворот, поэтому покупать нужно всегда постепенно. Именно этим мы с вами и занимались, именно этим мы занимались с ребятами закрытой команды, и мы уже зарабатываем, потому что в любом случае отскоки идут по всему крипторынку. И здесь тоже можно заработать, можно заработать даже сейчас, есть на то возможности. Просто нужно хвататься за то, что еще не улетело, вот и все. Сегодня мы обсудим текущую ситуацию, и расскажу что делаю со своими монетами касаемо луны классика. Часть монет, как я и говорил, я просто халжу, частью я спекулирую, вот и все. У меня получается зарабатывать, и уже неоднократно я доказывал это на своем канале. Помимо данного роста мы уже забирали до этого всего 10 иксов, и как ни крути мы уже находимся в плюсе. Здесь я кричал неоднократно, что нужно фиксировать свою прибыль. В любом случае будет коррекция. Здесь я кричал наоборот, что нужно покупать. Тот, кто меня послушал, тот и заработал. Конечно, это все не финансовая рекомендация была, но тот, кто поступил так, тот заработал. Выводы делайте самостоятельно. Соответственно, это лишь мое мнение. Почему я верю в луну классик? Да потому что бинанс полностью поддерживает данную криптовалюту, и как и все, находится в минусе. Потому что свои объемы он скинуть не смог. Часть монет принадлежит бинансу. Это очень крупные суммы луны классика. И как ни крути, он хочет запампить данную криптовалюту, чтобы пожинать плоды потом. И если посмотреть на то, что происходит прямо сейчас, то видно, что данная криптовалюта никому не нужна. Почему? Потому что она не росла, а только падала. И соответственно, все хомяки уже давно вышли с данной криптовалюты. Но крупные игроки прекрасно понимают это. Киты прекрасно понимают, что перед ростом нужно забрать у всех монеты. Именно для этого они и делают такое ужасное настроение. Именно поэтому большинство поверило в падение дальше. И именно поэтому хомяки не покупали здесь. Потому что они боялись. Они думали, что всех обожгут. И здесь нельзя будет заработать. Но уже мы отскок выдали. И уже можно было здесь заработать. Просто тот, кто схватился, тот и заработал. Тот, кто ждал бесконечного дна, соответственно, его не дождался. Что будет дальше, конечно, никто не знает. Но всегда нужно накапливать постепенно. И рынок, в принципе, этому всегда учит. Если посмотреть на лонг-шорт коэффициент, то все прекрасно видно. Люди думают, что будет падение. Именно поэтому шортисты будут шортить до конца. И, соответственно, пока они будут шортить, их будут выбривать. Аналогичная ситуация была у нас с лонгистами. То есть, по ходу всего этого падения мы выбривали кого? Конечно же, лонгистов. И сейчас мы перешли выбривать шортистов. Потому что мы их очень сильно накапливали. Очень сильно переобували людей в шорты. Чтобы забирать у них последние деньги. Люди отчаянно будут нести последние свои деньги во фьючерсы. И сливать все до последнего. Именно поэтому, дорогие друзья, я всегда говорил и продолжаю говорить и дальше. Ни в коем случае не идите на фьючи и на маржинальные позиции. Работайте только на споте. И на споте вы заработаете гораздо больше. Я уже видел ваши комментарии. Я видел обратную связь. Куча благодарности сыпется прямо сейчас мне. Но в первую очередь поблагодарите себя. Потому что это сделали именно вы. Именно вы купили на днище. И именно вы заработали. Это только начало нормального роста вообще еще не видели. Как ни крути, но находимся мы на днище прямо сейчас. И как ни крути, зарабатывать здесь можно будет еще неоднократно. Конечно, биткоин уже находится в сильной зоне перекупленности. И отсюда напрашивается коррекция. Но все равно мы не видели нормального роста. Как минимум возврат КТХ я жду. И только здесь пойдет нормальный рост. Только после 70 тысяч мы увидим сильное движение по альткоинам. И соответственно биткоину в целом. Только здесь, дорогие друзья. Все, что ниже, это наращивание депозита и спекуляции. Больше ничего. Только после 70 тысяч пойдет нормальный рост. Когда это будет, конечно, никто не знает. Но, дорогие друзья, это неизбежно настанет. На Луне классике мы с вами заработали. На Луне 2.0 мы тоже заработали. Потому что набирали по доллару и 30 центов. Тот, кто набирал вместе со мной по предыдущим видеороликам, тот опять же заработал. И рынок дает возможность заработать всегда. А как люди кричали, что Солана скам. Сколько негатива я видел. Но почему-то этот скам сейчас растет. И почему-то на этом скаме можно было заработать порядка 200% на ровном месте. Я говорил, что находимся мы примерно в данном канале. И ровно от этого канала мы с вами и отбились. Сами посмотрите, что происходит. Колпа всегда ошибалась и будет ошибаться и дальше. Поэтому всегда идите против большинства, чтобы зарабатывать. Всегда смотрите на те новости, которые выходят прямо сейчас и делайте соответствующие выводы. Прямо сейчас очень много позитива. Именно поэтому сейчас хомяки, скорее всего, побегут покупать ту или иную криптовалюту. Их обожгут. Потому что они должны уйти с этого рынка. Только крупные капиталы и сильные руки здесь заработают. Помимо той криптовалюты, которую мы с вами разбираем, есть куча других альткоинов, которые можно набирать тоже прямо сейчас в долгосрок и зарабатывать. Поэтому, если вы хотите покупать криптовалюту вместе со мной, то приглашаю к себе на обучение. Приглашаю на курс секрет рынка и элитный инвестор. Приглашаю к нам в закрытой комьюнити, где мы покупаем и продаем криптовалюту вместе. Если вы хотите зарабатывать и покупать вместе со мной по своевременным рекомендациям, то приглашаю. Ссылка есть в описании. Прямо сейчас цена снижена. И тот, кто зайдет прямо сейчас, зайдет дешевле, чем остальные. Поэтому не упускайте возможности рынка. Работать можно всегда. И зарабатывать тоже можно всегда. Именно поэтому, дорогие друзья, нужно хвататься за эти возможности. Касаемо биткоина, все прекрасно понятно. Он всегда давал возможность заработать. Если бы вы купили на предыдущем бычьем рынке на хаях, и просто продержав до этих отметок, то вы бы заработали. В предыдущем цикле все было аналогичным образом. Все, что нужно, это терпение и, соответственно, постепенное накапливание. Вот и все. Именно поэтому самые терпеливые заработают. Касаемо Луны Классика, могу сказать, что большинство не верили. И несмотря на это, данная криптовалюта выдала уже порядка 50%. Здесь тоже можно было заработать. К чему я веду? К тому, что заработать можно всегда. Просто все, что нужно, это постепенно хвататься за возможности. Только постепенные инвестиции на споте приведут вас к позитивному результату. Конечно, это не финансовая рекомендация, но это моя тактика. Я работаю именно так, и у меня получается зарабатывать. Касаемо Луны Классика, я жду 1 доллар. То есть, 1 доллар это самые оптимистичные цели по данной криптовалюте. И по пути к этому доллару я буду спекулировать и зарабатывать. Уже неоднократно у меня получалось это делать. Вся информация есть на моем канале. Неоднократно я показывал, что я делаю прямо сейчас, и я зарабатывал. Именно поэтому, дорогие друзья, делайте соответствующие выводы. Если вы хотите зарабатывать, то сейчас самые лучшие возможности. Потому что находится сейчас все на днище. Как ни крути, но нормального роста мы вообще еще не видели. И соответственно, если рынок выдаст коррекцию, можно будет снова перезайти и заработать в очередной раз. Поэтому ни в коем случае не лезьте на фьючерсы, работайте на споте. На споте можно будет заработать гораздо больше. Большинство всегда ошибаются. Именно поэтому всегда нужно идти против толпы. И так вы заработаете 100%. А именно, движением против большинства занимаемся мы на моем канале. Поэтому подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, если не поставили. Желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok